Сегодня мы перемещаемся в век 17-й, в эпоху барокко, в ее расцвет, я бы сказала. И это, прежде всего, творчество Жан-Батисто Люли. Вообще-то, настоящее имя этого прекраснейшего композитора – Джованни Батисто Люли. «Годы жизни». Почему это важно? Чтобы сразу понять, кто современники. 1632-1687. Итальянец, который стал основателем французской лирической оперы. Слово «лирическое» не должно вас смущать. На французском языке оно означает вокальное искусство. В частности, Джованни Батисто Люли придумал французскую овертюру. До того была принята в исполнительском искусстве итальянская овертюра. Это «Аллегро граве аллегро». Французская овертюра есть у Баха тоже. Причем не только сама по себе, но эта форма французской овертюры встречается у Баха повсеместно. В разных его произведениях. Как инструментальных, так и в кантатах встречается довольно часто. Так вот, это «Граве аллегро граве». В чем разница? Казалось бы, казалось бы, ничего особенного. Даю свою версию. Если для Йоганна Себастьяна Баха, как для религиозного художника, человека религиозного сознания, главным был творец Господь Бог, то для Лули, для Мольера, для всех художников, живших во Франции, правда, раньше несколько, чем жил Йоганн Себастьян Бах, главным был король солнца. И, кстати говоря, солнцем назвал его именно Лули. Этот великий цередворец. И, как французы пишут в Википедии, «Интреган и куртизан». Вот такие нелестные эпитеты Лули. Интреган и человек не очень, так сказать, добропорядочного поведения. Прямо скажем. И вот этот человек не очень добропорядочного произведения стал автором французской овертюры. В чем сущность? В том, что вначале должен выходить король. А он не может выходить в быстром ты. Априори это должен быть аффект, аффект величия.